Непромокаемая шапка и перчатки. Такие предметы гардероба будут полезны и очень кстати всем и каждому. В этом видео мы посмотрим, реально ли они не пропускают воду или все же это миф. Давай разбираться. Начнем с головного убора. Фишка этой шапки это мембрана, которая защитит вас от промокания даже в сильный ливень. Она прочная и износостойкая. За счет применения современных полимерных материалов эта шапка хорошо сидит, тянется и не теряет форму. Даже при длительном хранении с другими вещами. Внутренний слой этой шапки выполнен из полиэстера и эластана, благодаря чему она мягкая и приятная на ощупь. За счет применения акрила и шерсти, внешний слой шапки прекрасно удерживает тепло и обладает отменной прочностью. Между вышеописанными слоями шапки присутствует уже упомянутая мембрана, которая удерживает влагу извне и в то же время обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. То есть вы в ней не промокнете, если будет идти дождь, но при этом она хорошо проветривается изнутри, не давая вашей голове потеть и быстро отводит влагу от тела. Также она будет хорошо согревать вас в зимний период. Размер шапки универсальный, подойдет на разные головы, но не на детские. Для детей есть отдельные головные уборы с такими же свойствами. При тесте на водостойкость видно, что шапка реально воду не пропускает, как снаружи, так и изнутри. КОНЕЦ Шапка не из дешевых. И можно со скептицизмом относиться к подобным приобретениям, но это до того момента, когда вы сами не попробуете и не поносите подобную шапку в разных погодных условиях. Тогда уже реально сможете сравнивать обычную вещь гардероба с таким вот изобретением. По мне реально удобная и очень практичная штука, как и впрочем следующие интересные перчатки. Про такие перчатки я уверен, мечтал в детстве каждый, чтобы играть кучу времени с нежками и чтобы руки постоянно были сухими. Хотя может кто-то и сейчас про такие мечтает. Сухими они будут все из-за той же мембраны, что и в шапке. Они полностью водонепроницаемые и очень удобные. Все благодаря пошиву по бесшовной технологии. Со стороны ладони на перчатки нанесено специальное точечное напыление, которое помогает крепче удерживать в руках различные предметы, даже в том случае, если они мокрые. У меня вот друзья говорят, что они похожи на женские, а я говорю, что ничего подобного, а вы как думаете? Я считаю, что они понравятся как женщинам, так и мужчинам. А если кому-то не нравится то, что они черные, то на сайте есть и другие расцветки. Кликайте по ссылке в описании и выбирайте. Кстати, помимо расцветки есть еще несколько размеров. Вы меня спросите, из-за чего они водонепроницаемые, как это? А это все потому, что они сделаны из трех слоев. Наружный слой 84% нейлона для прочности, 14% эластика и дополнительно 2% эластана. Потом идет средний слой, мембрана и последний внутренний слой, 73% волокна Colmax FX, 20% нейлона и 7% эластика. Между двумя слоями посередине располагается вышеупомянутая мембрана, которая и обеспечивает перчаткам полную водонепроницаемость. Вот вам и вся магия. Но они реально воду не пропускают, тут ничего не скажешь. У вас может возникнуть также вопрос, как же стирать что шапку, что перчатки? А я вам отвечу, стирать нужно оба предмета вручную в прохладной воде не более 40 градусов. Сначала необходимо высушить шапку и перчатки вывернутыми наизнанку, а затем с лицевой стороны на открытом воздухе. Чтобы мембрану не повредить, запрещается сушить утюгом на батареях или возле костра. Будьте осторожны. Подобные предметы гардероба пригодятся как в осеннюю, так и в зимнюю пору туристам, людям, которые имеют постоянный контакт с влажными предметами или во влажной среде, а также просто обычным людям, типа меня с вами. Также мне пришел неодимовый магнит для вот этой вот точилки. Если вам интересно, что это за точилка, то смотрите видео про точилку от Ганза или кликайте на видео в левом нижнем углу в конце. Точилка годная и интересная. Советую к просмотру. Надеюсь, сегодняшнее видео будет для вас полезным и обозреваемые товары согреют вас и осенью и зимой. Если вам понравился ролик, то вы знаете, что делать. А также пишите в комментариях, использовали ли вы подобные шапки и перчатки и как они вам. Еще у меня на обзоре были ранее водонепроницаемые носки. Видео в верхнем правом углу. Можете посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока.